В минувший вторник депутаты Илтумен собрались на 30-е очередное пленарное заседание. Всего парламентарии рассмотрели 47 вопросов. Они подтвердили полномочия нового депутата от Нерюнгринского района Ирины Подмосковой, приняли постановление о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Ивана Андросова и Матвея Евсеева. О других вопросах повестки и о решениях по ним далее. Парламентарии в окончательном чтении приняли ряд новых законов и внесли поправки в некоторые действующие. В частности, внесены изменения в закон республики о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в республике. Отныне срок государственной поддержки имущественного характера некоммерческим организациям увеличен до двух лет, вместо ранее действовавшего срока в один год. И самое главное, что вот эти государственные поддержки, например, субсидии будут выделяться не менее на два года. А раньше этого не было, да? Год был всего. Далее, значит, также удлиняется срок государственной поддержки имущественного характера, то есть это аренды и так далее. И в-третьих, значит, это говорит о том, что возможно оказание некоммерческим организациям бесплатного пользования СМИ, например, выделения места и так далее, да, также в сети интернет. И в целом, значит, этим законопроектом вводится приоритетность в оказании государственной поддержки НКО, занимающейся общественно полезными услугами. На сегодня в республике действует свыше двух тысяч некоммерческих организаций, около полутора тысяч из которых занимаются социально ориентированной работой. Социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывают услуги, допустим, профилактики безнадзорности правонарушений, те, которые оказывают услуги в стационарной, полустационарной форме тем категориям населения, которые в этом нуждаются. То есть те все социально полезные деятельности, которые сегодня повсеместно государством поддерживаются. Некоммерческие организации, те, которые считают социально полезную деятельность, понимаете, то есть если они войдут в тот реестр, который на сегодня ведет Министерство и Сиции Российской Федерации, у них могут быть уже более повышенные льготы. Поэтому это говорит о том, что действительно государство обращает самое серьезное внимание к деятельности таких полезных общественных организаций, и которые могут, ну скажем так, помочь реально населению. На поддержку социально ориентированных организаций в прошлом году было выделено свыше 51,5 миллиона рублей. В этом году сумма господдержки увеличена до 51 миллиона 800 тысяч рублей. Львиная доля этих средств из республиканского бюджета. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, Владимир Павлов, Максим Ростовцев. Якутия. День за днем.